приветствую всех кто забыл принять таблетки а с вами табгай и мы продолжаем играть в кайзер шизу за геринги мы уже наконец-таки смогли развалиться и теперь пересели уже на наш именно прекрасный тег геринги поехали так у нас интересная ситуация на самом деле здесь происходит мы войне теперь с миттель-африкой из которой мы так сказать и вышли но в целом вроде как ситуация неплохая у нас на самом деле если на самом деле подумать достаточно нормальные войска у нас есть парочку моторизованных дивизий но они маленькие такие си но какие как пойдет 3 пехотной дивизии стандартная я бы сказал и ей чуть кавалерий которая кстати говоря ну еще более-менее и мы на войне находимся с множеством стран самой миттель-африкой с этими африканскими племенами и я подозреваю что уже скоро через фокус мы вот видите нападем еще на другие страны значит нам нужно срочно довоевать с этими поехали опять таки и здесь наши войска заспавнили прямо под ополчением вот этой страны мы их разобьем и после этого перейдем в столицу захватим в принципе они капнут а здесь мы просто еще будем этими висками красить потому что ну нам никто не мешает это стоит наверное генералов раскидать кстати говоря но суть в том что у нас пока только геринг есть и полевых командирок мы нанять в принципе не можем так что керинг становится именно нашим вот этим обычным генералом потому что фельдмаршалом мы сделаем когда уже у нас будет обычный генерал дополнительный опускает качается под так сказать на месте на месте обычно генерала команды обычными войсками потом перестань да поехали и так у нас то и винтик про геринги что у нас тут чудовищная крепость наших геринга геринги доволен на ему еще очень много чего предстоило сделать он стекле не хочет разочаровать кайзера вау ну не знаю мне кажется ему уже поздно думать о кайзере ему нужно думать о себе а так кронду мы взяли отлично и сюда мы сейчас тоже зайдем захватим здесь не прекращаем искать красить и металли африка просто разваливается на наших глазах на кучу стран я думаю ты еще не последний еще развал будет еще хуже скорее всего и так идет к эта мирная конференция судя по всему до металли африка все приняла так сказать ну вы поняли африканские племена сбросили окова немецкого владычества африка разорвала цепи и геринги думаю эти цепи вновь создаст а у нас теперь новые противники есть мы воюем здесь с кене югандой это еще даже фокус вот это вот и сделали а с кем еще вы воевать господи с куча еще стран короче я понял здесь мазамбиком и здесь мы воюем с конга блин очень надо сейчас как-то аккуратно следить за тем чтобы отожди не туда чтобы нас не капнули случайно с какой-нибудь все непонятной стороны но вроде как я бы сказал все плюс-минус по шансам потому что все воюют с друг другом и нам просто надо аккуратненько вовремя атаковать в нужных местах я бы так сказал а и кстати говоря здесь то вообще озеро это просто но не очень видно но здесь нельзя пройти так что они идут вообще вот сюда и и зачариваются временно верно здесь мы кстати говоря встречаем сопротивление вау давайте кому так вот тогда атакуем бы не через речку и мы объявили еще войну куча стран на кстати говоря нет кстати говоря нет видимо они либо не существует либо либо уже и так с ними воевали я не сильно смотрел что там за стороны и смотрите нам наверное нужно сначала сделать подъем армии то что нам нужны войска дополнительные мы теряем 30 обороны блин это прям не очень то есть еще есть инфраструктура промышленность здесь у нас есть барабаны у это у нас нет этого модификатора допустим допустим это на людей да что-то типа здесь на промку давайте наверное да все таки в армию пойдем нам нам на самом деле нужно армия честно говоря будет убрана идея у нас нет этой идеи странно же и нету но вроде нету очень странно ну ладно вот эти говорят судьбы что он со судьбы я почему черенки вы должна ставить новый стран нет нового купаться я думаю надо делать геринги не будет создавать марионетки но очень странно что нам предлагают создавать вот и кстати говоря война с вот этой вот одной провинции у нас на самом деле прошла а вот она от конечно армия которая должна была видимо быть и у нас но почему-то его нету у нас давайте-ка вот сюда да там и твоим здесь успешно сейчас эту дивизию это бывает него потом продолжим воевать дальше забавный факт нам нужны поезда у нас их вообще нету поэтому будем делать нам нужны кстати говоря конвоя забавно тоже но у нас их тоже нету и что мы еще не производим легкие танки это для наверное наших кавалерийских дивизий да значит нужно будет избавиться от этих легких танков в шаблоне потому что мы очевидно их делать не будем итак здесь мы дивизию вайп нули героинга ранили да выше то что это шутится как этого этого монстра можно ранить он же даже уже не человек так ронда капнула отлично потихоньку потихоньку мы расширяемся можно отсюда уже перебросить войска здесь у нас нет противника здесь мы не можем пройти к нему соответственно все сюда отлично пока что у нас стабилизировался более-менее фронт она еще надо зандибаром заняться и смотрите-ка плата наличными либо оплата крови я бы наверно manpower потратил потому что я думаю плюс-минус мы потом все равно вы будем иметь нормальные опять таки не знаю как это все работает да но в теории вот все национальным сочетается верно так что нас будет manpower а вот политка и стабильность там сейчас я думаю очень даже пригодится и тут еще кстати говоря а ну и здесь это выбор элитная армия атака и защита либо вот это нет точно нам нужно элитная армия 5 защиты атаки это очень сильно соответственно нам нужно оплата наличными ладно ой нам заспавнили просто три обычные пехоты дивизии которые ну вполне себе нормально ну учитывая что все воют ополченцами то они очень даже хороши я бы сказал так ой у нас появились генералы все супер тогда смотрите как я говорил фильм маршал становится и нам нужно генерал а кстати это краски генерала которые нам передали от прошлой нашей страны которые были сторонниками геринга супер тогда смотрите-ка и вот с одной стороны хочется убрать геринга с фильм маршала что у него тут строгий лидер не очень хороший и политический с не очень лучше а здесь есть блестящий стратег с другой стороны у него есть мастер стабилижения поэтому пускай пока посидит я думаю зато вот этот парень пускай покачается потом я наверное ему передам что-нибудь нас атакуют слабенький здесь кстати говоря нашего коня то не пробивают ладно я хочу делать легкие танки потому что них не пробивают но у нас нет вообще никаких шаблонов легких танков нужно начать набить больше опыта нужно побыстрее поставить здесь корпус падение гибралтара то ладно любопытно гибралтара видимо был испанским я как-то это забыл уже но здесь смотрите вам осталось в эту страну победить и в принципе у нас больше противников нету на границах но я думаю мы еще будем что-нибудь захватывать и у нас появляются верфи значит нас будут появляться конвой наконец-таки эти поезда мы захватили значит их можно уже не делать итак оплатно личными произошла теперь мы делаем да я думаю сюда элитную армию получаем 5 атаки защиты своим дивизиям это очень сильно будет особенно клейту для самое главное волнение чтобы после этого было что-то еще дальше иначе это все грустно конечно с османами пошли приколы но нам это реально не сильно интересно если говоря мы пытаемся пробиться на пока не очень успешно но я думаю мы вполне себе успешно пробьемся вот в эту гору и сегодня дивизия рано или поздно мы ее сломаем антикеринского пакт что нет 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 зачем против нас создавать пакт мы прошу страна смотрите-ка у нас интересный ивент странная встреча за союз с обамой я считаю с обамой можно и посоюзничать конечно почему бы нет тем более мы теперь еще в войне с еще большим количеством стран и теперь союзник микросоюзник будет полезным я думаю ничто не мешает нам потом выкинуть его из альянса и как бы захватите его тоже а пока что пригодится а мы теперь сделали сотню геринга можем сделать военный завод либо пойти в какую-то промку но какую промку у нас и у нас 9 фабрик на самом деле почему бы не пойти в промку и правда да потом здесь что-то подбав это сюда а вполне себе мы достроим эту фабрику я думаю а у нас нету салтов ну ладно потом будем делать военные заводы и здесь на самом деле такая война даже я бы сказал не простая потому что у нас очень ограниченные ресурсы а против нас ну достаточно много дивизий черт возьми так что надо аккуратнее со своими ресурсами принципе мы более менее неплохо справляемся мы вот здесь вот сейчас окружение сделаем здесь вроде как пробиваемся так что постепенно выигрывая какие-то локальные бои в принципе сможем полностью изменить уже ход боя и перейти в наступление полноценное все отмывали дивизию здесь карты вайп одной дивизии даже будет очень вполне себе важен и я думаю мы вполне себе можем сейчас вот как-то сюда туда-сюда он перейдет сейчас вот сюда мы ему зайдем в туза с катя произойдет тот самый тузовой маневр и мы вполне себе сможем победить эту дивизию то вот типа такого блин они оказались не так глупы и тоже хотели сделать тузовой маневр но мы были готовы вы смотрите у нас есть выбор посетить их здесь или везде как бы дает палитку и это дает одну фабрику а этот одну ячейку в каждом регионе и блин вообще вообще это бы нажать чуть-чуть попозже потому что с ячейку очень мало понятно что если мы здесь вот нажмем плюс одну ячейку это будет все еще хорошо но хочется это чуть чуть попозже думаю вот стабильность можно в теории сразу получить одной стороны с другой стороны мне какие-нибудь военные заводы тоже были бы неплохие вообще просто фабрики тоже можно получить да в принципе чего нет здесь на стритика плюс палитка а естественно там подчинение такой вопрос как будто нет и будто не таки давайте сбор финансирования и вот они открыли свой тузы для тузового маневра а это значит сейчас будут окружение поехали и вот одна уже провинция падает здесь мы пожалуй две оставим дивизии не будем слишком сильно двигаться нам все еще надо прикрывать собственные туда так сказать но в целом я думаю рано или поздно мы это добьем плену здесь вот интересно интересная ситуация немножко опасная и у нас а у нас ждать вот шло до пикте почему у нас тут чего снестопжение стриц если она есть странно о и у нас повторный тузовой маневр успешный отлично так у нас а израиль был на войну видимо это был приказ израиля ладно ничего мы сейчас здесь справимся вот вот самое главное вот здесь победить эту войну с угандой ганда объявила нам войну так сказать этому очень опасной ситуации но я думаю мы справимся с угандой о том сможем наверное сюда перейти а там уже подумаем и над израилем на бы наверное какой-то флот микро построить это мы еще немножко к новым поделаем потом наверно как флот бы сделать так здесь мы кое-как ликвидируем и здесь мы их смогли подблокировать но есть проблема нам нужно срочно помочь полотенными войсками здесь принципе нормально вроде как и здесь мы тоже мы должны вернуться этот провинции потому что это же д вот это мы вернем будет отлично пока они не двигаются можно их не атаковать нам главное чтобы что мы очень сейчас подвержены тузовому маневру надо конечно же не дать ему его сделать но вроде я как бы контролирую ситуацию никто вроде не двигается лишнего и так здесь сейчас дивизия будет вайп ну то отсюда не кстати горячую и отступают и обдайте что эти горе сделал агентство потому что мы можем сделать улучшение на военные разведданные и получите баф от разведки то у нас я думаю разведанный потянку будет набираться хотя бы как минимум боев и мы сможем получить хотя бы тут вот небольшое преимущество потому что я не думаю что боты будут иметь разведанные как как мы так мы здесь white 0 и хорошо наши маневры казались успешными вот это тоже вайп ним будет супер так здесь две дивизии вас будут вайпнуты и здесь тоже еще одна супер это супер вы сюда причем наверное мы сделаем вот так чтобы вы не ходили куда не надо здесь всякие нет мы не хотим атаковать пока мы хотим регруппироваться вот так и война складывается пока что нашу пользу как мы сделали фокус еще на один военный завод потихонечку потихонечку мы наращиваем наше производство это хорошо пока здесь что поддержка войны но у нас так она есть в принципе давайте-ка сделаем наверно блин стабильность не сильно прям нужно в тормой плюс то кстати можно взять потому что это в принципе плюс одна доктрина это всегда хорошо и возьмем себе еще советника вот этого на атаку дивизии на как советника почти что советника да и нам бы еще потом здесь взять наверное тоже какие-то полезные вещи вы вроде вот школа массового я думаю нам пригодилось здесь визе вайпнута отправляются они на север здесь сейчас наши вот эти вот полу мобильного с которым справиться освободятся тоже мы перейдем в уже в наступление на уганду так они здесь сами пытались перейти наступление сигарете грибов за несколько битв странно здесь у них с тебя есть преимущество разведанных как я говорил надо под инвестировать немножко это нам пригодится здесь мы добиваем эти окружения супер здесь кое-как я думаю сейчас мы пробьемся я думаю стоит наши дивизии уже сделать вот такими все да у нас есть на это принципе ресурсы давайте всю нашу пехоту перетелаем вот в эти прекрасные дивизии и поставим им иконку про прошла бы дивизиям геринга 2 дивизии мы не можем сделать таки и пробуем здесь перейти вот так вообще мы можем только давайте подождем пока у нас дивизии пополнится и здесь освободились полностью давайте-ка мы вот сюда их теперь поехали на игру нас пока все спокойно только север надо умиротворить так сказать а потом можно подумать и про приказ израиля если говорят что у нас тут есть пункт снабжения но к нему не подвезли на штаны типа подведена вот отсюда у нас здесь почти нет а поэтому надо бы его достроить на самом деле два месяца на это потратится ну как иначе вот после еще одной не успешно их атаки мы переходим контр-атак и вроде как успешно здесь нужно сделать выбор хотим мы получить 150 палитки за 7 стабильности либо потерять 150 палитки получить 7 стабильности и я бы сказал что наверное все-таки стабильность чуть важнее да тебя смотрите-ка при нашей стабильности наша стабильность растет да давайте наверно минус стабильность стабильность палитку переконвертируем так сказать потом еще на фарме моя обратно или мы пробились вот здесь вот наконец-таки нам бы еще конечно было бы круто авиацию хотя бы какую-то сделать потому что это реально сделает я бы сказал разницу давайте кому только оставим сюда идти а вот здесь будем их удерживать пехотой но только принципе вполне сможете нет столицу да и заставить капитализовать уганду супер с этим мы все сделали успешно нам нужен power на мы ждем вот этого бафа на плюс manpower а до этого можно кстати говоря сделать просто повышение призыва все еще пока не дает нам бифов так получили мы две фабрики и 100 палитки можем этому взять еще писать палитки и 5 стабильности кэшбэком супер мы скоро достроим это нам прямо сейчас одно не так что и нужно но в целом вроде как должна давать какой-то профит это нам на будущее здесь пока что все еще мы чилим сейчас захватим фонга я думаю и здесь есть и виде которые теперь попали в окружение то что очередной тузовой маневр произошел видимо да но я думаю просто попробуем заражить тогда их победные точки параллельно обрезаем снабжение где возможно то что судя по всему они там просто ничего не прикрыли поэтому ребята вот вам урок перекрывайте свои туза и мы заражили у них не на не не нагару свободное государство и не уганда они это конга он вообще должно капнуть если я правильно понимаю ну-ка да им походу чуть-чуть не хватает для капа надо буквально несколько провинции захватить закон капнула супер у нас не товар скоро блин что нет это мы не будем брать а нужно это брать мы сейчас пропускаем блин это реально мы просто зашли капнули его а нам ничего буквально не дали это очень разочаровывает конечно это типа мы можем или больше ничего ну а то хотя бы это взяли не знаю самое главное что мы замерили со страной у нас чуть попроще теперь фронт стал я думаю мы наш а наш в соединка кстати говоря капнули судя по всему нам нужно срочно вот так вот переделывать этот фронт я думаю вроде как мы успеваем давайте только опять таки ускорим всех ребят этих чтобы они точно успели дойти до границы здесь мы дадим им пройти потому что нам не сильно интересует что они там захватят у нас все нас в правке принципе здесь а зато теперь можем сделать учение с этими ребятами которые капнули сюда плюс опыт так ну и по-быстрому запланируем конечно же наступление и после чего в него собственно перейдем вот эту дивизию можно уже развернуть я думаю я так и сделаю это просто причине что мы вряд ли сможем по-быстрому и и снаряжение на фармить как-то вообще никак наверное не сможем ни по-быстрому ни по-долгому а наступление она пригодится ну и пускай уже набирает опыт в бою мы сделали скрыто сокровище блин они будут платить ничего не дает звучит не очень интересно поэтому давайте займемся вот этим наверное уже да да давайте сюда мы начинаем потихоньку атаковать здесь какие шансы здесь шансы нормальные тоже и тогда мы продолжаем я вижу в их обороне брешь соответственно мы в нее заходим нашим конем так сказать и то вот так вот мы сделаем здесь мы пробьемся здесь мы пробьемся потом попробуем сразу сюда запушить мы здесь в нем некоторой опасности но вот это пехотная в принципе если что нас сможет прикрыть и мы успели занять гору из горы они нас уже не выбьют мы счет щитком ходим там все еще ноль танков произведено но щиток есть на нашей гавалерийской дивизии отлично после этого наверно попробуем на европе пробиться и заберем еще сверху ваджир я думаю они капнут вообще и не угон то то вполне себе может капнуть если мы захватим вот эти два города три наверное это да это их нас прав к тоже надо как здесь мы выбили эту дивизию сразу в на европе поддерживаем здесь наступление поддерживаем здесь вы давайте вот сюда сразу давайте даже наверное вы тоже сюда чтобы ее окружить и точно добить да пойдет легких танков с его ружь 70 лет в армии нам бы хотя бы что-то производить на самом деле какой у нас вообще легкий танк актуальный 36 в принципе да нормально может решиться кинстики танки поделать и если их поиспользовать потому что местные племена даже легкие танки не смогут пробить в этом вполне себе он пойдет причем наверное буду делать станки на противопихотную атаку потому что я не думал что здесь у кого-то будут танки вроде как ни у кого и нету сейчас так полиция будет хороший танк но с я думаю ставкой на противопихотную атаку именно вот я думаю что такое получилось за 9 не сильно дорого но при этом статы солидные за эти деньги я думаю броня у нас 17 это мало но опять таки они не пробивают нашу броню сколько там было они правят нашу броню 3 поэтому я думаю 18 это более чем достаточно так вот он наш оселот револьвер от силот револьвер от силот ставь наверху я подумал о чем бы нам не сделать свое направление вот сюда чтобы эти виде точно пробили здесь а потом добить уже на и робби еще выглядит как неплохая идея вот так сделать а теперь дорога как говорится да вполне себе а еще один винтик смотрите-ка сам самым богатым человеком на континенте имел слуг да 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 все очень интересно короче говоря нам нужно работать да нам нужно реально работать геринг не вспоминай такие интересные вещи и мы взяли на и робби супер это важный городочек будет у нас что нас по снабжению здесь поступает отлично это мы на вообще с нашими наступлениями за челись на что нас снаряжение не хватает в войсках либо людей на по ходу снаряжения ганта только нас с другой стороны кушать а что значит что нельзя за челись надо думать что дальше делать и я все-таки решил перевести часть дивизии сюда чтобы хотя бы просто сдержать это наступление что месяц ощущение что здесь силы маленькие такая есть вроде как есть только одна дивизия это ладно не одна дивизия и тогда будем просто аккуратненько держать вот этот вот участок а тем временем европе там пошла снова война вот нам это честно говоря не так что и сильно интересно освободить на и робби это была столица мау-мау мы не так сказать мы не захватили столицу никакой уганды кене уганды вот освободили наши соединяка и он заспалился ростом 2 дивизии что приятно так house это лестница а я я слышал где-то это да ладно ему то делал сделал герлинг очень любопытно и интересно и пошел второй велик крик до время пошло а мы строим дальше военные заводы на самом деле у нас хорошая тнп у нас хорошее количество фабрик военных заводов немножко маловато но более-менее должно хватать плюс минус в россии кстати говоря смотрите какой на уже гражданская повернулась остался только слева у нас советская федеративная республика российская один претендент и справа все еще есть трансамур который кстати говоря ну нормально себя чувствует но я думаю из-за вот такого вот превосходства по промышленности все-таки у него шансов нету рано или поздно просто за счет чистой промышленности советская федеративная республика 2 победит и нас пытаются атаковать это за говоря очень хорошо я очень за то чтобы они нас пытались атаковать и тратить на эти ресурсы мы потом контратаками думаю камбэк ним кстати говоря будем строить начинать наши корабли они получатся вот такими без брони потому что эта броня слишком дорогая она будет максимум только легкие орудия каких-то больших кораблей защищать ну то есть короче не сильно выгодно проще построить чуть побольше но без брони так что мы начинаем строить наши крейсеры первое у нас будет начинаться флот наш построим его только через три года но лучше поздно чем никогда и так здесь мы переходим в контратаку достаточно успешно вот здесь мы тоже можем попробовать сделать аналогичные только конечно аккуратненько с поддержками атаки наши кони снова получили танки и теперь с щитком я думаю да будут давить хорошенько так можно еще потом будет чуть модифицировать потому что наши новые танки будут я думаю очень полезны на поле боя кстати вот здесь вот по моему сейчас опять произойдет тузовой маневр не очень удачный для наших противников ну да так и произошло их ничего не они не учатся так он там то это кажется все интересно но тузовые маневры я думаю интереснее намного вот так они потеряют еще это прямо 2 дивизии 3 дивизии прекрасно и здесь наше наступление не получилось но вот здесь по ощущениям должно быть нормально нас прекратили поддерживать атаку из-за того что атака закончилась но он нормально мы перемалываем потихоньку в дивизии и кстати говоря как вы можете заметить мы потихонечку потихонечку идем в авиацию которая нам тоже очень пригодится ой тут смотрите-ка морфи из германии ждет наша геринг вместо рабочих едет львы ну да скучно согласен сори дентрит так а что здесь у нас у нас мы пилищ в эту провинцию сможем скорее отбить вот эту и держим успешные оборонительные действия ведем нам очень хорошо когда нас атакуют они мы атакуем потому что мы тогда не все меньше потери получаем все тоже солидный опыт вас уже очень хорошо прогресс прокачался и наш фильм маршал тоже хорошо качается как сделали мой звук барабанов 20 лешки войны не сильно нам она была нужна но допустим здесь смотрите-ка политка за фактор не сильно интересно а здесь актер за политку блин ну как-то мне что не то не интересно что нет не сильно интересно 100 политки потом интересовать и политку получу все-таки они прям посмотрите-ка форсированную атаку нажимают очень я думаю больно как нажимать но тем не менее для нас опять-таки хорошо они тратят очень много ресурсов рано или поздно мы победим так еще одно событие буйство у нас были пышные вечеринки уже уже нету нам эти нападения что у нас здесь вообще по битвам все очень здесь застыла но зато на западном фронте с переменами еще один ивентик опять-таки один текст только вот здесь сейчас может быть очень успешное окружение опять-таки снова да значит нам нужно и начать заниматься сейчас будет и в сети давайте сюда и вот так лично здесь мы опять-таки просто чили мы ждем а штанги делаются на снаряжение делается у нас промышленности а у нас просто есть в отличие от наших врагов я бы сказал даже так это все нас она есть а у наших врагов и просто даже нету и начинаем работать над этими дивизиями нас там блокировали немножко нам давайте-ка мы выйдем отсюда и вот так супер эти дивизии мы я думаю добьем рано или поздно лично вызов мы сделали давайте опять в палитку так одна дивизия варк у нас еще 2 войнется ну что ж я бы сказал на этом можно подзакончить мы очень успешно обороняемся с нашими очень ограниченными ресурсами мы и успешные нападения ведем наши войска просто тренируются нереально в боях мы делаем первые такие очень слабенькие танки но опять-таки для этого фронта это пойдет это пойдет и я потом еще немножко и модифицирую свою кавалерию я бы наверное все-таки в моторке переделал и моторком добавил уже танки что-нибудь такое что с моторки пока так себе столько пехота пока что шаблон имеет более-менее так сказать человеческий но этим всем мы займемся следующей серии а это ребят подошла к концу так что с вами был угэ подписывайтесь если еще друг не подписаны лайки и комментарии оставляем вступаем в группу дискорда все как обычно ребят до скорых встреч пока